Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Резкий скачок. В Умске проснулись вирусы ОРВИ и гриппа. В России сформировано новое правительство. Соответствующий указ уже подписал Владимир Путин. Каждый второй в Кабмине новичок. Сменилось 15 человек из 31. Из вице-премьеров свои позиции сохранили только трое. Юрий Труднев, Юрий Борисов и Татьяна Гуликова. Всего у нового премьер-министра 9 заместителей. От 10-го Михаил Мишостин решил отказаться. Среди глав министерств новые лица тоже почти половина. 9 из 21. Минэкономразвитие, например, возглавил бывший руководитель Пермского края Максим Решетников. Минздрав глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Министром культуры стала руководитель департамента кинематографии Ольга Любимова. Примечательно, что новое правительство значительно помолодело. Средний возраст членов Кабмина теперь 47 лет. Прежний состав был на 6 лет старше. Самым опытным в Кабмине по-прежнему остается 69-летний министр иностранных дел Сергей Лавров. Напомню, прежнее правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Произошло это сразу после ежегодного послания Владимира Путина, в котором он анонсировал несколько важных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране. Поправки в Конституцию, кстати, также намерены принять в ближайшее время. Уже известно, что Владимир Путин внес в Госдуму предложение по некоторым изменениям. В частности, в главном законе страны будет закреплен статус госсовета, а сейчас он является совещательным органом. Владимир Путин предлагает наделить госсовет новыми полномочиями, например, влиять на направление внутренней и внешней политики России. Эксперты считают, что это приведет к усилению роли губернаторов. Также поправки в Конституцию ужесточают требования к кандидатам в президенты. Главой государства теперь может стать человек, постоянно проживающий на территории России и не имевший никогда второго гражданства или вида на жительство в другой стране. Подробнее эти нововведения мы обсудили с политологом Михаилом Машкариным. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. И еще об одних важных изменениях, которые анонсировал Владимир Путин. Доступ к интернету даже при отрицательном балансе. Россия с 1 марта планирует дать возможность каждому бесплатно пользоваться социально значимыми отечественными сайтами. В первую очередь это коснется портала госуслуг, а также ресурсов федеральных и региональных органов власти. Соответствующее решение было принято накануне на совещании министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Константина Носкова с крупнейшими операторами связи. Инициатором изменений стал Владимир Путин. Предложение он озвучил во время обращения к Федеральному собранию 15 января. Также по данным портала РИА Новости в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о том, чтобы открыть бесплатный доступ к отечественным поисковикам, соцсетям и мессенджерам. В Минэкономсвязи готовы обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов. В интернете, а точнее из-за интернет-голосования в Омске разгорелся очередной скандал. Горадминистрации прокомментировали попавший в соцсеть пост о том, что голоса в конкурсе городских территорий на благоустройство в 2021 году в рамках программы формирования комфортной городской среды накручены. Омичи потребовали у мэрии опубликовать данные о том, кто голосует на сайте. Авторы поста заметили, что по ночам количество голосов растет только за одну из 15 территорий. И заподозрили, что опрос проходит нечестно. По информации пресс-службы мэрии, техническая поддержка голосования осуществляется в круглосуточном режиме. В том числе проверяются все подозрительные всплески активности голосующих. Факт накрутки голосов в городминистрации опровергли. Например, активное голосование за сквер Веретино тоже имело некий одномоментный быстрый набор голосов. Но анализ показал, что голосование проходило со страниц, которые не вызывают подозрений. В данный момент мы анализируем появившийся запрос по скверу имени Суворова. По окончании онлайн-голосования все голоса будут проверены еще раз. Если в ходе проверки будут обнаружены факты голосования с так называемых фейковых страниц, то эти голоса не будут учтены в результатах. И к другим темам. Проблему брошенных домов в Омске сравнили с алкоголизмом. По словам депутатов городского совета, если человек не хочет лечиться от зависимости, то проблему не решить. Высказывание относилось к жителям домов, которые не выбрали форму управления. Якобы в таких многоэтажках или бараках, а их по информации чиновников мэрии 100, Жильцы не приходят на собрания и не хотят признавать свои дома аварийными. Впрочем, решать эту проблему необходимо, признаются депутаты. В мэрии пока пытаются найти для таких домов управляющие компании с помощью конкурса. Обслуживающим организациям предлагают субсидировать часть расходов на текущий ремонт многоэтажек или на подготовку к отопительному сезону. Общий объем финансирования по двум субсидиям – миллион рублей. Однако на решение всех проблем, по мнению депутатов, необходимо еще минимум 30 миллионов. Где взять такие деньги? Еще один вопрос, который пока остается без ответа. При этом субсидирование управляющих компаний – лишь один из вариантов решения проблемы. Можно выделять финансовую поддержку и для самих жильцов домов, оставшихся без управления, или создать муниципальную управляющую компанию. Какой из вариантов более эффективный, депутаты так и не определились и предложили чиновникам мэрии проанализировать каждое предложение. Необходимо сделать анализ вот этой проблемы, посчитать даже по типологии домов экономику тарифа на содержание ремонта жилого фонда. Ну и тогда уже через пару месяцев мы на комитете по ЖКХ транспорту сможем найти решение, где депутаты скажут, да, через бюджет это можно проблему решить, правовым механизмом позволяют. Какие-то дома вот-вот уже скоро будут снесены, какие-то еще предстоит обслуживать долго. Так что вопрос времени, глубокого анализа, и это вопрос чисто экономический. Вернуться к обсуждению вопроса депутаты городского совета намерены в апреле, когда чиновники подготовят экономические расчеты всех предложенных вариантов решения проблемы. Добавлю, что порядка 30 брошенных домов, признанные аварийными, в мэрии обещают расселить жильцов до 2023 года. 19 таких многоэтажек взяли на временное управление обслуживающей компании. Судьба остальных пока не решена. Сейчас, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, за ними закреплены обслуживающие организации, которые хоть и отказались от управления такими домами, но вынуждены осуществлять аварийное обслуживание. Проверка документов у водителя, осмотр транспорта на технические неисправности и вердикт. Сотрудники госавтоинспекции сегодня вышли в рейд контролировать автобусы. Как много недобросовестных водителей на омских улицах и боятся ли омичи ездить на пассажирском транспорте, выяснял мой коллега Дмитрий Панков. Автобус не поедет. Пока сотрудник госавтоинспекции не убедится, что машина технически исправна, а у водителя есть все необходимые документы, а значит пассажиры и другие участники дорожного движения в безопасности. Во всех округах Омска полиция сегодня проводит рейд. Нет, мне предоставьте строковый полис и диагностическую карту. Это не строковый полис. У водителя с собой целая кипа документов, которые ему выдал работодатель. Помимо технического осмотра и страхового полиса, под рукой должны быть права на управление автобусом, маршрутная карта, путевой лист с отметкой, что шофер прошел предрейсовый медицинский осмотр и соблюдает режим труда и отдыха. А машина перед выходом в линию технических неисправностей не имеет. В автобусах, которые курсируют за городом, должен быть еще и тахограф, прибор, фиксирующий скорость и пробег. У меня все в порядке, если что? Все в порядке, если документы. Чего бояться? Сегодня, отмечают госавтоинспекторы, у большинства водителей пассажирского транспорта с документами все в порядке. Но еще не вечер. Нарушения выявляют практически каждый день. В прошлом году водители автобусов и маршруток более 300 раз нарушили правила дорожного движения. Еще в 100 случаях транспорт был неисправен. Не работали, например, указатели поворотов, дальний или ближний свет, были проблемы с рулевым управлением. С начала 2020 года пассажирский транспорт в Омске уже 13 раз попадал в аварии. 15 человек получили травмы. Впрочем, пассажиров такая статистика, похоже, не очень пугает. Ну и смотрю, в общем-то, водители хорошо ездят. Вот наблюдаю постоянно, что я езжу утром, и вечером с работой возвращаюсь. Они не нарушают. А вот газели, смотрю, частые, да, вот у них постоянно нарушения есть. Я уже не прихомню, как раньше было. А что было раньше? Ну, раньше было, и ругались в автобусе, и все. Сейчас такого нет. И автобус, ну, полный битком набьется, чтобы не встать, не повернуться. Ну, пришел, сел спокойненько, доехал, вышел и пошел. Я на работу езжу с пересадками. Так каждый день куда-нибудь выехать. Ну, почти каждый день. У меня не было ни одного случая, что подержало моей жизни. Пассажирский транспорт госавтоинспекция контролирует постоянно. Региональное управление Ространснадзора тоже им в этом помогает. Нарушителей наказывают рублем, а неисправную технику снимают с маршрута. Техническая неисправность, при которой эксплуатация транспорта, запрещена штраф в 500 рублей. Соответственно, в случае, если данная техническая неисправность не была выявлена при выпуске в линию транспортного средства, транспортное средство выехало в линию, соответственно, уже в действии должностного лица, который выпустил автомобиль в линию, усматривает состав административного пронушения. Также в действиях юридического лица. Там санкция уже совсем другая, штрафа значительно больше. Человек, который принял решение отправить в рейс технически неисправный автобус, заплатит от 5 до 8 тысяч рублей. Юридическое лицо от 25 до 50 тысяч. Впрочем, похоже, что сегодня штрафовать будет некого. Рейд по пассажирскому транспорту на остановке ЖД вокзал длился около часа. Нарушителей не обнаружили. Завалившие дороги снег, на которые мечи жалуются ежедневно, будут плавить. Об этом рассказал директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров. Правда, как это будет происходить, мечи смогут оценить только следующей зимой. Специальную технику планируют закупать летом, прибегнуть к новым технологиям в борьбе со стихией. В городской администрации решили после того, как пришли к выводу, что вывозить снег на полигоны невыгодно, расходы на транспорт слишком велики. Я посмотрел и поизучал опыт Новосибирска и Красноярска. По моему мнению, есть целесообразность использования такой установки и у нас. Но есть определенные технические вопросы, а также финансовые, так как она не дешевая. К тому же придется заключать договор с водоканалом. Уже в летний период мы сформируем предложения для администрации и департамента городского хозяйства, чтобы собраться и приобрести одну такую установку. Она позволит сократить транспортное плечо. Мы сегодня возим снег на снежные полигоны к ТЭЦ-5, либо к Николаевке. А это получается по 15-18 километров с учетом пробок и светофоров. И в завершении выпуска в региональном Минздраве советуют омичам внимательно следить за своим здоровьем и предупреждают о росте заболеваемости гриппа. За прошлую неделю вирус подхватили 25 горожан. А между тем, за последние 4 месяца было выявлено всего 2 случая. Однако даже такой скачок в 1250% для региона не критичен, считают медики. Уровень заболеваемости в Умской области ниже эпидемического порога, почти на 54%. В Умске до эпидемии 17%. Специалисты называют эти показатели хорошими и связывают их с возросшим количеством людей, прошедших вакцинацию во время прививочной кампании, которая завершилась в ноябре прошлого года. Спасательный от вирусов гриппа укол поставили почти половину населения региона. Все заболевшие гриппом, отмечают в Минздраве, привиты не были. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Умской области на сегодняшний день почти на 54% ниже эпидемического порога. По городу Омску ниже эпидемического порога на 17,5%. Всего за неделю зарегистрировано лабораторно подтвержденных 25 случаев гриппа, представлены все виды вирусов. Среди заболевших 10 детей, остальные взрослые, из них 2 беременные женщины. Чужовых форм гриппа не зарегистрировано. И это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире.